ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хоть это оружие не настоящее и работает по принципу лазертага, правила стрельбы, как в настоящем спорте. В других дисциплинах, дарте и настольном теннисе, тоже. Не только здоровые люди могут заниматься этими видами, а и непосредственно люди с нарушением опорного двигательного аппарата тоже занимаются такими видами спорта. Мы покажем воочию, что мы, кто мы, и зачем мы. По сути, эти соревнования – один из способов досуга. Но ключевая задача здесь другая – показать, что в Центре реабилитации инвалидов идет серьезная работа над физическим развитием. Полизация адаптивного спорта очень актуальна на данный момент. И наша организация занимается именно физкультурным оздоровлением и адаптивным спортом. В основном наши посетители – это инвалиды 1-2-3 группы, и инвалиды-колясочники. Для этого в Центре есть все возможности. И пусть эта встреча всего лишь игра, но для участников – серьезные состязания, где никто друг другу не уступает. Принципиально то, что они в этот момент общаются с людьми и чувствуют себя востребованными, и чувствуют себя людьми, которые могут себя преодолеть. Это важно. Такие соревнования здесь в новинку. Но обе команды хотят сделать эти спортивные встречи ежегодными в преддверии Дня народного единства. Дмитрий Газин, Алексей Рязанцев. События. Брянск.